Друзья, привет! Заехал я в Маляручку. Новое видео, что мы сегодня будем делать. Автомобиль 2018 года, ноябрь, то есть 5 лет моему автомобилю. Обычная проблема у всех них у нас стыки. Но у меня стыки в нормальном хорошем состоянии, потому что я изначально с новья изнутри засовывал трубочку и все стыки обрабатывал. Около задней крышки тоже, как видите, все чистенько у меня. С этой стороны все чисто. И около водительской стойки тоже у меня чисто. Все двери вот эти, где сновья у меня стояли с металлической бархатки. То есть бархатки металлические стояли. Изначально сновья здесь уже ржавчина была. И мне по гарантии в сервизе в Бладе перекрашивали все 4 двери полностью. Потом я нашел вот эти резиновые бархатки, поставил. Потому что резиновые бархатки уже так металл не будут натирать. По капоту у меня тоже проблем нет. То есть как бы пленочка наклеена. Вот эта вот вещь хорошая. По-хорошему, конечно, изначально взять и всю машину заклеить. А проблема у меня заключается вот в этом. Видно, стекло играет, резинка натирает и получается коррозия. Не люблю вот эти вещи, поэтому обратился к нашему товарищу в группе, который у нас Иван. Он занимается как раз покраской автомобиля. Ну и с ним пообщался. Он говорит, Виталян, приезжай, давай посмотрим и все сделаем. Говорит, что надо будет снять стекло. Все это он подмажет, подкрасит. И получается рамку нужно будет закрасить в цвет. Поэтому автомобиль Ивану оставляю. И уже результат готовый мы с вами посмотрим. Виталий, здорово. Разобрал твой Невасик. Вот немножко попескоструил. Тут везде дырочки сквозные. Правая сторона почти то же самое. Ну, чуть-чуть получше. Надо варить. Приехали к Ванге посмотреть наш автомобиль. Ну все, здорово, дядя Вань. Здорово. Ты мне как видео прислал. Я в ахере. В ахере. Давай, показывай, что ты мне тут рассказываешь. Гороеды немножко погрызли. Здесь вырезал, да? Да, лапочку варил. Вот такая, да? Получается. Вот она, это с той стороны, это с этой стороны. Как раз вот дренажка была. Вот это отверстие дренаж был, шланчик. Стоял. Вот он. Вот он с обратной стороны какая. Да. Там тоже будем все антикорить, мобильным зальем там капитально. То есть получается, а из-за чего? Расскажи, вот это все происходит. Вот, вот здесь дренаж стоит, шланчики. Ну да, то, что дренаж. Да, да, да. Сейчас покажу. Вот они, дренажи, трубочки там стоят. И вот здесь получается пленочка такая из земли была. То есть они забиваются? Да, земля, грязь. Забили, все, вода никуда не уходит, стоит постоянно там. И все, вот оно. То есть под резинкой получается постоянно влага, да? Да, постоянно вода и грязь. И плюс стекло еще, наверное, трется как-то? Ну да, здесь по протирам, здесь другое, а это вот именно грязь. Ну вот с той стороны, посмотри. Вот латочку сейчас подогнал. Сейчас она стоит. Сейчас ее с поршняком обвалим по кругу. Ну а потом надо будет сверлить опять под дренажку. А будем делать дренаж? Да. По-любому он должен здесь? Ну должен быть. А если его вообще не делать? Ну если хорошо антикор разорить, я думаю, он ему не понадобится. Ну здесь получается, как бы, знаешь, стаканчиком-то, то есть если вода стекает, ей некуда уходить получается, да? Да, да. А дренаж, типа, он, ну он же опять забьется. Это надо дренаж, наверное, вот такой шланг там, 12-й какой-нибудь дел, чтобы стекало все. Да, антикором хорошо нальем еще, в мобиле нальем. Ладно, а вот этот дренаж, он сюда выходит куда-то, да? Да, вот здесь просто шланчик торчит, вот здесь вот. А, ну да, я видел, да. То есть вот здесь шланг торчит. То есть его нужно будет на будущее, вот ребятам, если здесь шланг торчит, отсюда надо будет продувать его, я думаю. Ну или продувать, да, или чем-нибудь шкряпать, поставить на проволочке какой-нибудь. Ну, я думаю, воздухом будет поинтереснее, да? Можно воздухом. Я, честно сказать, об этом знать не знал. Я знаю, что шланг какой-то есть, поэтому, ребята, не во воды. Торчит шланг, возьмите воздух, дуйте отсюда. То есть, по крайней мере, из-под резинки вылетит какая-то грязь, но будет у вас работать водоотток, да? Правильно деливай? Да, вода стекает, грязь будет стекать. Ну, что, стоять не будет, гнить не будет. Я понял. Так, а здесь мы как? А здесь, это ты красил уже здесь? Нет, нет, нет. А, здесь более-менее, смотрю, нормально, да? Здесь все целое. А это резинка родная, прилипла, что ли? Это с завода там какой-то пустелин лежит по углам. А, вон. Он и снизу, и сверху. Слушай, ну, состояние намного лучше. Мы когда заднюю дверь разбирали, у нас там все ржавое было. Ну, стекло, когда вот так. А здесь, смотрю, пока ничего. То есть, ты там заварил, загрунтовал, да? Сейчас здесь тоже обваришь, шкурнешь. Сейчас он только эпоксидный грунт. То есть, сварной шов сейчас загрил эпоксидным грунтом. Потом это надо будет опять расшлифовать. И уже подшпаклеваться будет сам шов. Ну, чтобы не было его ни одного. А эпоксидный грунт для того, чтобы поры вот эти сварочные все залить. И чтобы, ну, сами поры были именно загрунтованы. А не просто шпаклевкой их замазать. Понятно. А на эпоксидничек шпаклевка отлично ложится. Протирую до голого металла. Будем фосфортирующим грунтом. Ясно. Слушай, ты говорил по стеклу, что если там какие-то трещины, оно сложно вытаскивается. Все нормально, да? Вышло? Да. Долго, конечно, я выкавыливал аккуратненько. Ну, целое осталось. Ясно. По резине ничего нигде не потрескалось? Нормально? Нет, вся целая. Все с резинкой отлично. Я так считаю, что если покупать новый автомобиль, и на будущее, кто смотрит, товарища Невавода, купили автомобиль, берете здесь резинку, отгинаете, берете баллончик с мавилем жидкий и заливаете, чтобы она начала течь у вас отсюда. Как только зальете мавилем, вот я с той стороны мавилем заливал, да, состояние, в принципе. Да, да, вот это вот самое главное. Вот, состояние нормально. Потолок, вот эти вот стоечки внутренние, пластмасски надо снимать, облицовку, отодвигать потолок, вот сюда в этот карман, заливать мавильком, пополнить, чтобы он вытекал еще отсюда. Да. Потому что всегда на них вот эти места цветут. Согласен, согласен. И пока вот этот карман, если залить, она будет ходить. Да, поэтому, ребята, вот, на себе испытал, три года хотел это сделать, купили, отогнули, залили мавиль. Везде, где есть резинки, вон, заднее стекло, задняя дверь, но у меня задняя дверь пластиковая, мне как бы не надо. В любых местах зальете, и будет вам счастье, не будет вам такой беды. Все, начинаю грунтовать. Все протиры до голов металла подгрунтовал фосфатирующим грунтом, сейчас кислотным. Уже развел наполнитель. Сейчас машину все накроем и наполнителем загрунтуем. Все загрунтовано грунтом, наполнителем. Два хороших толстых слоя. Все ровненько. Вот такие водостоки теперь будут. Настал новый день. Я вам позвонил, говорит, приезжай. Сейчас с вами оценим работу. Приветствую. Ну что, как автомобиль? Так, все готово. Можно забирать. Еще походит. Походит? Походит, куда он делится. Слушай, а круто как сделал. Ребят, помните, здесь вот вырезал. Слушай, вообще четко. Даже незаметно. Ну или оставочка варена. Ты слушай, ну красавчик. Красавчик. Ну давай, расскажи нашим ребятам, как вообще все это делается, сколько по времени это вообще, и как конкретно вот нам сделал. Три дня. В общем, вырезали коррозию. Коррозию вырезали, варили вставку, чтобы почистили. Это мы уже видели, да. Чуть подшпаклевали, загрунтовали и покрашено. Получается, эта сторона красилась вот сюда, в шовчик, и сюда в шовчик. То есть, вот это место, полка. Ну и полка, соответственно, красилась вместе с этим местом под уплотнителем, потому что под уплотнителем тоже были натертости. Поэтому красилась так. А с той стороны у нас рыжик еще был где-то в этом месте был еще рыжий. Поэтому здесь делался переход вот так вот пятном. Окраска была по лаку. Ну можно посмотреть. А здесь нету, да? Нет, нет, нет. Рыжик был только здесь, и вот так вот пятном окрашивалось. Получается, вот где-то в этом месте переход располированный. Понятно. Слушай, ну по цвету прямо вот на данный момент вообще разницы не видно. Ну и не должно быть. Так, ладно. По поводу мавиля. Ты говорил, что надо будет мавиль залить вниз, да? Да, сварной стык с обратной стороны с поднизу уже все залито, за антикорено. Потом надо будет еще после долга просохнет, хотя бы дня 4, на большую неделю, резинку всю подгибать и со шланчика потихоньку забыть. То есть взять любой мавиль, да? Ну да, вот такой вот я использовал. Вот она трубочка. Под резинку засовывать и подпшикивать потихонечку. Понятно. Будет достаточно уже. Слушай, ну я прям вот вообще, честно сказать, вообще очень-очень рад, что так получилось. Я что-то переживал, думал, что какие-то там будут видны стыки. Вообще четко, очень четко. Еще раз, ребята, хотим подсказать вам, кто покупает Ниву или у кого Нива там один, максимум два года, что нужно делать вот прям с новья автомобиля. Я это хотел, но до сих пор хочу и сами видите, какой у меня результат получился. Давай, дядя Ваня, расскажем, что нужно делать. Ну, с Нивой самое главное, самое первое правило Ниву мобилем не испортишь. Лучше купить сразу ведро, а лучше два и видеть куда только можно. Но самое основное, да, основные места коррозии. Вот крыша самая неприятная, где она появляется постоянно. То есть изнутри нужно обязательно разобрать, вот как Виталий делал, козырьки снимал туда, залюливал мобиль вместо крепления козырька. Либо мы делаем, снимаем стоечку пластмассовую, вот эту вот облицовку, отодвигаем потолок и проливаем именно этот карман. То есть вот эта часть полки, она заходит под крышу и там получается вот здесь вот кармашек вот этих пор где-то. То есть стык металл на металл, который идет. И вот как раз в этом кармане влага скапливается и поэтому он здесь светет. Поэтому нужно оттуда его прям мобилем залить и как можно больше туда поналить, чтобы пускай вытекает со всех сторон, потом можно будет всегда вытереть. Вот, ребята, вот у меня единственное время хватило вот на это. И оно целое. Вот где я сделал, оно целое. Давай, чего еще нужно будет сделать, сновья? Да везде, где только можно, везде нужно мобилить. Вот как заводы здесь налиты, вот везде мобилить. Капот вот эти вот все места. Ну это не завода, это когда я покупал в Тольятти. Завода тоже проливает. Да, проливает. Тож капот, следить и обязательно вот этот крюк тоже цветет. Да, согласен. Крышку багажника, когда не заводосохи. Я считаю, что двери, когда разбираешь, вот этот низ тоже нужно весь проливать. Здесь двери обязательно. Пока новая машина, лучше двери прям залить и залить капитально. Тогда вот эти вальцовки, где лист металла со скелетом двери запрессован, тогда уже пару лет, что лучше двери раскрыть, снять дверные карты, пропылесосить, продуть, промыть, высушить и все равно пролить мавильный. Все равно это жидеть на жилье. Мы знаем, что нужно заливать вот в эти места. Никогда не думал, никогда не знал. Ну, пример, вот он, автомобиля. Поэтому берем мавиль. Вон мавиль вытекает. Иван нам налил туда. То есть, берем баллон и заливаем. Да. Суть никогда не поздно. Вот. Потому что тоже, я думаю, там из завода как бы неудобно, наверное, мавильить и никто это не делал. просто два металла. И у меня, видите, трубки эти забились и проблема была. Поэтому, ребята, кому нужно у нас в Оренбурге или в Оренбургской области сделать какой-то лакокрасочный ремонт, обращаемся к Ивану. Номер телефона в описании или вот здесь вы его видите. Звоним, договариваемся по времени. Как видите, качество, ну, достойное, ребят. прям очень достойно. Я очень рад. Поэтому, спасибо за просмотр. Дядя Вань, тебе спасибо. Не за что. Будем едеть. Теперь я знаю, куда обращаться. Лайки, подписка. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok